Всех приветствую, мои роднолюбимые, сердцем и дорогие Христолюбчики, братцы и сёстры во Христе и все люди на Земле. Всем желаю всего самого доброго, светлого, чистого, радостного, мирного в сердца, в дома, в души, в умы, света, в тела, здоровья, в семьи, благополучия, в работе, успехов, чтобы всё у вас было хорошо в учёбе, у кого где. Мы с вами продолжаем цикл лекций, бесед моих монологов, точнее, о йоге во Христе, о йоге глазами христианства. Я напоминать буду всегда, что началось всё с комментариев Елены, с вопросом ко мне о том, как я отношусь к практике йоги и могут ли христиане заниматься восточным искусством, на что мы будем на эти вопросы отвечать в каждом видео. Мы с вами сегодня находимся на второй степени, представляете, как высоко забрались, на второй ступени восьмеричного, восьмиступенчатого, так скажем, восьмишаговой, восьмиступенчатого, лучше сказать, пути восхождения. Это сегодня у нас добродетель или шаг под названием Врата, и на Википедии мы с вами считаем, что это священные обеты. Ну, а на... так как на Википедии, кстати, сколько мы с вами уже прочитали, просмотрели, произучали, схри по Врату, никаких статей нету, поэтому мы с вами пользуемся. Ну, я нашёл такой неплохой сайт, традиция надхов, тут достаточно подробно и всё есть, тут есть словарь, в котором всё, все можно определения найти, по крайней мере, пока находились все. Ну, и давайте же почитаем, что такое Врата. Предписание обеты. Особые запреты, назначенные гуру, учителем, ученику. Это нужно понимать правильным образом, не как подавление воли ученика. Ученик не всегда... То есть, вроде как учитель не с целью подавления воли делает, да, это у ученика. Ученик просто не всегда знает, что именно для него лучше, и какого рода запреты необходимы именно ему. Духовный учитель никогда не будет счастлив, если страдает его ученик. Но это мыс хорошее. Поэтому он выбирает те враты, запреты, которые не являются обеты, или запреты, я их так назвал, ну, обеты, да, те обеты, которые не являются деструктивными для ученика и помогают ему в очищении, то есть не разрушающими, а наоборот помогают ему очиститься. Кому-то гуру может назначить обет молчания, соблюдая который, ученик обретет необходимую духовную энергию, растрачиваемую от пустых разговоров. Обеты могут быть совершенно разные. Врата, как обет, совершаются для очищения ума. Это форма самообуздания. Такие враты преследуют цели. Очищение сердца, контроль над чувствами и культивирование преданности Богу. Истоки. Понятие врат произошло от культа поклонения Шиви Рудари, Эковрата, который символизировал Дхарму, как законы всего мироздания, а также само мироздание, поскольку нет ничего, что не являлось бы Шивой. Враты в индуизме. Индуисты выполняют различные виды врат, такие же, как Экадаши врата на 11 и 26 лунный день Титхи каждого месяца. Сатьяна Раяна, врата, в честь Нараяны. Так, ну ладно, каждый обед имеет свои особенности. Есть очищение, общие черты для различных видов враты. Следующий врат соблюдает... Следующий врат соблюдает половое воздержание, голодает или принимает молоко с фруктами, либо легкую диету. Рыба и мясо запрещены. Ну, давайте еще раз о том, о чем мы почитали только что. Первое, что скажу, скажу по поводу самих обетов. Я против каких-либо обетов вообще. Я против их потому, что, во-первых, я все это испытывал, испробовал на своей собственной шкуре, своей собственной деятельностью жизнью и понял, что эти обеты как таковые, обещания, да, какие-то конкретные, законнические такие, фарисейские, если христианским языком выражаться. Обет должен быть только один. Обет, данный Богу, необходимый самому человеку, это достигнуть святости и совершенства, и богоподобия. Это единственное такое общее определение, что дает христианин, да, какой обет Богу. Все остальные вот эти какие-то микро, так назовем их, обеты, я считаю неправильными. Во-первых, по той простой причине, что, ну, я говорю, даже не знаю, что первое, поставить свой опыт, хотя он исходит из того, что я изучал жизни и учения Иисуса Христа и пытался всячески, и пытаюсь Ему следовать, да, достигая совершенства. И Иисус никаких обетов никому не давал и не учил никаких обетов никого никому не давать. Я думаю, что для христианина это должен быть достаточно сильный довод. А вот для нехристианина, я говорю, пусть будет доводом, по крайней мере, мой личный опыт, и каждый потом на своей шкуре волен испытывать это или не испытывать, или поверить, да, тому же самому мне или какому-то еще человеку. Все эти обеты, они бессмысленны, потому что счастье человека невозможно без этих трех достижений совершенства, этих трех, так скажем, природ бытия, о которых я постоянно говорю. Это бессмертие, принятие бессмертия, да, которое просто есть, это свобода человека. Причем это свобода человека, конечно же, прежде всего, мы всегда говорим о свободе человека выбора между добром и злом, и от его выбора зависит именно, будет ли он счастлив или несчастлив в этой вечности, которую он принял. Но это свобода по всему, это свобода по плоти, это свобода по мировоззрению, вот именно, это свобода вот даже вот от этих обетов. Вы знаете, Павел когда-то очень красиво сказал, да, стойте в свободе, братья, только так, чтобы эта свобода не была поводом для угождения плоти, то есть для греха. То есть, естественно, тобой-то вот, свобода выбора между добром и злом, да. Ты выбираешь добро, в добре будь абсолютно свободен. Вот о чем говорил апостол Павел. Тем более, это тот человек, который, в отличие от Иисуса, был, ну, понятно, все мы боги, дети Всевышнего Иисуса, это вообще изначальный бог, я есть, мальфа и омега, все мы тоже его образ и подобие, но Павел прошел обычную человеческую жизнь, законенного фарисея, просто закоснелого такого, да, иудея-фарисея, человека, который просто, да, каждую булавочку соблюдал, каждую буковку, вот, действительно, был таким горячим ревнителем всего этого, и когда познал Христа, это тот апостол, который так много писал о свободе во Христе, и вот я, в принципе, цитирую тоже одну из его мыслей, которые, в принципе, он очень ярко развивал в послании к Галатийской церкви, где он так прямо это и говорил, хотя он и в других посланиях немало об этом тоже говорил, и потом даже вот таких себе подобных, некогда себе подобных, да, братьев, действительно укорял и вразумлял, наставлял на путь свободы, да, и говорил простую фразу, которую я уже упомянул, простую мысль, еще раз ее скажу, что он говорил о том, чтобы, да, стойте в свободе, не просто будьте, пребывайте, стойте в ней, то есть мало того, что ты должен сначала в нее прийти, да, действительно принять эту свободу во Христе, обрести полноту счастья, и потом стоять, несмотря на то, кто бы тебя, вот, как мы сегодня читаем, тебе проповедовали про какие-нибудь обеды, стой в свободе, да, избирай между добром и злом, тут ты, ты скажем, не свободен, да, ты свободен, конечно, выбрать зло, но ты от этого будешь сам страдать, Бог свободен, абсолютно свободен, Бог может избирать добро, может, он этого делает, нет, потому что он любовь, благо и хочет сам быть блаженным, потому что творение зла делает человека несчастным, делает несчастным того, на кого это зло направляется, страдает и тот, кто это зло направляет, и все это по кругу, круговорот зла в природе делает человек, конечно же, несчастливым, несчастливым, а творение зла делает человек абсолютно счастливым, поэтому Бог свободен, да, свободен, делает зло может сделать может делает не так и ты вот и в добре будь а в добре будь абсолютно свободен уже выборю ты разделить а есть путь развилка добро или зло конечно выбери в добре но в добре будь свободен в святости в совершенстве будь свободен поэтому просто кто знает библейский язык и ветхого завета в частности отдельно нового потому что это языки достаточно порой разные плотью подразумевается в новом завете это грех когда там похоть плоти вот это сюда не подразумевается просто тело угождением телу опять возвращаемся к тому что мы с вами уже в йогизме до посмотрели изучили этим же страдают все эти вот эти аскетические монашеские всякие традиции и псевдо христианство ортодоксального такого как православие каталицизм и протестантизм что да там не наслаждаться вкусом от пищи не получать удовольствие не от слуха там слушанием наслаждение от прослушивания какой-либо чудесной музыки да не от взгляда наблюдая красоты природы человеческих творений или еще чего то ли самого человека созерцанием животного мира и так далее да вот это конечно полный бред это это никакие не грехи плоти это сам вообще в себе не греховно получение наслаждения это не грех это счастье жизни это топ от чего ты становишься счастливым от радости а радость невозможно без переживания наслаждений разным образом получены через все наши чувства через всю нашу природу поэтому и поэтому по поводу угождение плоти да поэтому павел абсолютно прекрасно об этом писал именно поэтому я против всяких этих обетов особенно непонятных вообще обетов непонятно что они тебе дают обет должен быть один всегда избирать добро благо истины вот и поэтому что личных каких-то обедов я против тем более если бестолковых если ты много болтаешь действительно без дела вот как мы читали вроде тут совет что гуру может дать обет молчания не надо никаких обетов давать ты приведи свою жизнь в ровное состояние говори тогда когда надо сколько надо да если у тебя какие-то если ты действительно почитаешь это грехом избавься от него если это не грех живи на здоровье где-то мы мало говорим где-то больше иногда мы молчим с кем-то с хорошим человеком мы можем сутками проговорить вы прекрасно знаете может быть человеком с которым ты редко встречаешься поэтому все по-разному бывает да и вот эти вот какие-то законнические обеты они ничего тебе не дадут все эти обеды обеты безбрачия все это полный бред одно дело практики это какие практики я грудь вот как мы с вами раз разговаривали да одно дело испытать себя поэтому пожить то же самое безбрачной жизни это можно пожить даже в семье сказать лучше давай недельку без интимной жизни просто попробую тем более вот именно мы доступны друг другу муж и жена интересный опыт они узнают самих себя действительно да и действительно после такого испытания потом еще больше друг дружки потянет оценит это до соскучится поэтому и так далее то есть одно дело испытания себя даже в законных так скажем удовольствием осложнениях действительно как мы уже я просто об этом говорил поэтому не хочу особо повторяться что если ты от законных удовольствий от незаконных то вообще должен отречься раз и навсегда от законных удовольствий можно испытаться но это и достаточно раз в жизни но если тебе ты хочешь действительно такое же воздержание от законных удовольствий просто дает но новые ощущения этой радости когда ты ей присвящаешься и достаточно от нее на некоторое время отдалиться воздержаться и ты опять снова жаждешь этого удовольствия это касается всего потому что все в жизни надоедает да надоело отодвинято немножко да пищевые свои пристрастия чуть-чуть поменяю чтобы опять оценить вкус этого да там что ты смотришь уже все надоело ну отдохни от этого и дальше наслаждайся этим да вот и так во всем а вот эти вот просто вот обед я дал до конца в жизни непонятно зачем обед безбрачие кому ты дал богу что ли он нужен нет кому нужен гуру твоему ему тем более должно быть вообще до лампочки один ты живешь или с кем-то себе зачем как себе давать обед что это такое что значит я сам себе дал обед нету никого у тебя рядом вот я живу безбрачной жизни потому что как говорят лучше одному чем с кем попало да тем более я тоже не с луны свалился до покаяния жил разной жизнью и знаю что это такое да да лучше одному чем вот так вот бывает то что это только многие рисуют что семья это счастье если люди конечно святые да для них семья будет счастьем а если люди грешные там будет а то не семья да вот но при этом я же никаких обедов не давал кому мне их давать то я люблю богу без разницы как раз я и уповаю на волю божью может мне рано еще да там семьей обзаводится хотя мне под 40 до то есть но если нет никого что выдавливать то из этого но и при этом чет там зарекаться что я вот там какой-то великий безбрачный до конца жизни а зачем семья тоже хорошо и одному хорошо игра хорошая семья еще лучше все что-то плохого то вот в чем эти обеты молчание какие-то обеты да если вокруг тебя люди с которым те и говорит ты не хочешь так молчи а есть кем поговорить хорошие добрые светлые люди друзья братья сестры во христе родители дети так ты как ты будешь молчать кому-то дашь от обед чё чё кому кому польза от этого беды если эти люди все получаете радость жизни от совместного общения отделением всех скорбей радости вот в словесном что и кому этот нужен обет молчание что он даст какую пользу вот я надеюсь я ясно выразился да на живых примерах жизни и второе что мы тут коснулись по поводу опять гуру то есть мы видим тут приписаны если в прошлый раз мы с вами когда рассматривали так называемую добродетели лист шажок матик да и вы помните что как раз на википедии коснулась определения вместе с гуру что мать это познание развития духовного разума под руководством гуру то на сайте традиция надхов мы ничего не читали агуру то здесь наоборот на википедии мы с вами прочитали что врата это священный обед просто да ну как вот человек сам дает то мы с вами на вот этом сайте наследие надхов достаточно много и четко читали по крайней мере первую часть первую половину так то скажем это мини статейки определение что по большей части врата касается не то что сам действительно человек на себя берет какие-то обеты до обещания обета обе обещал да что то там не делать отчет воздерживаться нет тут именно действительно под руководством гуру и что это в принципе вообще инициатива и решение гуру и но как мы видим вроде когда это мудрого гуру который естественно ученику желает не вреда не деструктивному как написаны этот поступок чтобы к разрушению его личности привела наоборот к его очищению к его пользе к его по идее пользы крайняя цель любого дела должно быть счастье благо да даже пользу очень такое понятие да но часть счастья можем сказать да вот но самое хорошее слово определение это счастье это благо да и конечно же если гуру из таких целей дает это да но опять же я говорю все вот эти вот гуру ученики да еще и на ученика возлагать какие-то обеты даже с целью его благо то что я игру ну понятно кто в это верит да я вот как вам сказал если я сам на себя не хочу никаких обет возлагать я сам свободен именно в свободе от греха иисус прямо сказал что добавим еще апостола павла опять словами иисуса вернемся начали с иисуса к павлу переходили опять возвращаемся к иисусу иисус тоже говорил такие слова как помните и познайте истину истина сделает вас свободным а истина это в том что ты бессмертен и поэтому избери благо избери добро любовь ко всему божьему творению а в частности к себе ибо возлюби ближнего того как самого себя говорил иисус да и познаешь эту истину будешь жить согласие с ней будешь абсолютно счастлив и познаете истина истина сделает вас свободной станешь абсолютно свободный в этом благе делай че хочешь в счастье в добре ему на это отвечали такие вот грешники законники до обещанцы фарисеи все обеты богу давали исполняли разные обед давали богу все исполняли мы не были рабами никогда никому он как всякий делающий грех араб есть греха оказывается единственное по божьему мнению рабство это рабство греху вот и все в остальном будет свободен и будь счастлив вот именно не угождая плоти как писал павел иисус прямо сказал не твори греха не твори зла грех это зло не причиняя ближнему зла вот поэтому насчет гуру и тут еще все хлеще да если уж я говорю что сам человек ничего никаких обетов никому кому ты будешь я не знаю так я буду по кругу молоте надеюсь уже за 20 минут мою мысль поняли если она с вами согласуется я рад мы с вами в одном в одной в одних мыслях пребывают какие обеты кому давать то ты твори добро по всей земле и всему творению божьему вот и все в остальном будет свободен от всего потому что это свобода это счастье все эти обеты вода это это цепи они тебя связывают ты сам себя связал гуру тебе связал более того как мы читаем да ученик не 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 всегда понимать что ему лучше вот гура со стороны птичьего полета орлиного своего взгляда летящий вид вот тебе дает узнаете который не понимает конечной цели на самом деле чего он делает вряд ли что-то достигнет хотя бы от меня слышали что я уже много раз такой жизни пример приводил конечно же ты когда чему-то учишь настоящего профессионала он тебе может порой давать какие-то задания микроупражнения которые тебя приведут в конце к совершенству которые еще сегодня может быть и не понимаешь какая их не цель помните кто мой ровесник наверное такой мальчик карате был фильм еще старый американский он там пришел к старому дедушке китайцы учиться тот то заставлял заборы красить он все не понимал зачем эти заборы красить и потом когда он уже их неделю там неделями красил он показал такое какое-то упражнение там он отбивал да вот так вот красил красил он научил этим движением китайскому ушу там хоп-хоп как ты там потом учет там еще делал то есть он заставлял заниматься казалось бы какой-то стройки бытовуху он к нему пришел учиться великому кунг-фу там карате я уж ну мальчик карате карате там китайскому японскому я уж не помню да и вот 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 у меня почему-то засел тоже пример этот на всю жизнь в голове заметьте хотя игры это вообще фильма моего детства можно сказать даже вот но заселить примеры и так всегда по жизни да вы помните как когда нас правописание в школе там учили еще чему-то сначала мы делаем какие-то может быть такие полукружки рисуем да там что-то там прямую ровно пытаемся линию провести потом уже что-то такое вырисовываем да то есть сначала какие-то бывают вещи мы учимся чего мы нам казалось бы не совсем нужно и не совсем по теме вот поэтому тут я конечно могу согласиться на игра опять же если ты нашел действительно великого человека по делам которого ты видишь что да вот он это делает я всегда берут если эти духовные вещи кажется каким-то невидимыми и тяжелыми и там что-то особенно я уж молчу про псевдо христианство там любит в духовность приписать что он там чуть ли не на облака летает это называют духовностью это никакая не духовность духовность это святость человека святость человека в плодах духа это какие-то любовь то есть доброта ко всему божьему творение это радость человека который не вечно угрюмый как ходит как не знаю выжатая губка какая-то старинная до вся в грязи это мир человеческой души всяк мирные со всеми сам собой хотя при этом он достаточно стойкий может отвечать твердо своим противником да этот человек смиренный но смирение не за что он всем туфли целую до кротки то есть нечиславный до который не ищет славы несмотря на то что он может быть действительно популярным человеком ты увидишь это просто по общению то есть он надмевается над тобой или он смиренный смиренно это противоположная добродетель гордости надмению это видно по делам как человек с тобой общается по-дружески по-братски по сестрински по-ровенски или да это не говорит о том же сон действительно больше тебя знает так вот так над делать я знаю как это делать никакой не надмение и дети бывают чему-то родители учат их тех областях в которых достигли больше знаний 10-летний ребенок как говорится больше разбирает смартфонах чем любой дедушка или бабушка естественно вот начни над министром показывает куда как и тыкнуть да вот и конечно же если вы нашли такого человека и как я говорю всегда например более жизненных которые тройное сальто делает или там супер танцует ты идешь к нему учиться танцевать и да какие-то упражнения сейчас он тебе дает ты не понимаешь как он тот финт суперский сделал а ты знаешь какие над занятия какую надо растяжку какую там гибкость какую там силу накачать какие руки чтобы ты смог вот то что он там такое изобразил чтобы это сделать то есть к этому начал момент подготовиться это действительно будешь исполнять все те упражнения делает разминку как он тигрит чтобы потом когда-нибудь сделать вот этот супер трюк или суперфин потому что без подготовительной работы кто в курсе гимнаста и гимнастика занимался но сам не профессионально по дворовому да но так серьезно вот то есть конечно же чтобы в какие-то финта флясы на как это называют инструменты как тренажеры можно их то когда там неважно турник брусья то есть как называется ну когда ты подходишь к снаряду до чтобы на разных санты снарядах разные фентифлясы выкидывать надо и просто я помню сам потом только узнал что на гимнастике а я делал это без этих знаний здесь на я качался да то есть там брусья ты не просто какие-то финта флясы на брусьях делаешь там перевороты сальто ты стал и просто качаешь мышцы на турнике это не просто так кейт финта флясы крутишь да но ты просто подтягиваешься да просто там ноги поднимая что просто сила была ты именно накачиваешь мышцы именно на выносливость их накачиваешь на массу то есть на силу и благодаря этому ты можешь какие-то именно такие финта флясы причем сгруппированы одно в другое переходящего той цепочки делать там и так далее да но ты делаешь множество разных упражнений помимо этого вот так вот то есть да конечно же на игры но это при условии если учитель такой есть опять же чтобы он тебя не сковывал я так что я считаю что в этом плане все что не касается ну это я говорю знаете с я сам вот опять-то говорит если человек должен все очень жизни просто учитель просто может сказать вот это оставь знаете какие могут быть упражнения в веганстве ты просто горишь это ты оставляешь это зло то если хочешь быть святым добрым так яви это делом ты материшься ты не должен тренироваться не материться ты должен просто бросить да это грубо это жестко это некрасиво оставь это это не обед это просто оставление зла ты курил бросит от тебя воняет за километр ты раб этой сигареты ты бежишь вечно за этой соской это растраты на эти деньги пачка стоит сколько сейчас там не знаю рублей двести-триста что ли пять десять тысяч ты будешь ты по пачке в день выкуриваешь ты можешь ребенка вырастить зачем это все нужно да все зло оставляешь ты это никакие не обеты это никакие не посты как там в псевдо христианстве православии католицизме протестантизме и иже с ними всеми этими сектами религиями конфессиями ты не постишься ты просто оставляешь это никакой обет ты ничего великого и никому кому ты богу обещаешь о я больше материться ты просто не должен это делать это уродство зло это оно уродливо оно некрасиво оно зловодно ты просто его оставляешь никаких обетов не даешь ты каешься ты сегодня меняешь свою жизнь ты это признал злом и хочешь сам от этого зла избавить уж и зло оно уродливо оно некрасиво оно зловонно а ты хочешь быть светлым чистым святым и прекрасным вот так вот ну я надеюсь сегодня поговорили отвечаем в конце на вопрос елена как я отношусь к врать я отношусь как вы видите не положительно мягко скажем отрицательно я вообще не понимаю смысла во всех этих обетах обещаниях кому зачем почему и какая польза мир делится над доброй зло добро прими зло откинь все поэтому я отношусь и тем более чтоб тебе еще кто-то это там связывал тебя я отношусь отрицательно прямо скажем поэтому рекомендую заниматься христианами практиковать такую добродетель до йоги под названием врата обета обещания нет я считаю что человек просто должен познать истину которая в том что человек ты бессмертен принять это это что ты свободен избери добро и в этом добре творить уходишь только не причиняя никому зла и будь свободен живи как хочешь без всяких обетов без всяких постов без всяких правил твори добро будь любвеобильным радостным мирным кротким смиренным терпеливым вот в этом подвязайся и все во всем остальном подвязайся то когда ты признаешь это добром ты сам начнешь к этому стремиться это в себе совершенствовать это не будет какими-то обетами обет звучит как я вот сегодня кому-то пообещал да я может даже уже против этого нет ты просто должен если это с этой истины признал ты сам и и и хочешь познать эту с этой истины совершиться соединиться и стать в ней превосходным совершенным то ты и будешь ее исполнять и в себе это усовершать а если нет никакие обеты не помог ты тоже будешь метаться рваться душой и сердцем и умом что это все не то зачем я в это вляпался ничему хорошему это не приведет у меня на этом все с вами прощаюсь до встречи в следующем ролике пока пока в следующем ролике